Ну что, Вадим, машина стоит у тебя? Я сам машина. Тебе не заплатили. Это вам не шутки. Бонапайп здесь. Путин. Сила. Вадим, расскажи, что в цеху прошло. Я видел там ткани немедленные. Здесь и на собой мы начали делать. Здесь все, что печатал или делал каландр, все мы сюда вырезаем, чтобы помнить, что мы вообще делали. Ну, тут не все, конечно, только то, что пошло. Каландр крутится. Ответ вы даже знаете, что вы мучаете. Вот. Камуфляжики делаем. Здесь у нас термофейс пришел. Мы здесь тестируем при разных условиях. Разные ткани, степень давления, степень нагрева, продолжительность нагрева. Ей похуй. Вон, Даня, пришел. Это же твоя лаборатория? Твоя. Доволь. Вот у нас новый поставщик отечественный. Не скажу его названием. Часть изделий у нас будет фактически со 100% локализацией. То есть она ткань сделана здесь, суровье для ткани здесь и отшито тоже в России. То есть Путин, сила, Китай могила. Вот долгосрочный наш проект циклорам мы делаем. Это где телочки снимают свои булочки. Преимущество. Это мобильность. Второе. Мы все видим, что здесь происходит. 20 тысяч где-то циклорам. Она обходится в месяц. Еще фотограф, телочки, всех добавь туда. Вот. Получается, нам эта циклорама встала в 150 тысяч. И она себя купит буквально за полгода. Только по деньгам. Часик в радость. Часик в сладость. Руки ниточки. Часик в бутылочке. И вот вам моя фирменная двоечка. Пацаны. Ну покажи бутылочку. В пик бицепса. Это вам не шутки. Бонофайт здесь. Здесь у нас стеллажи пришли. Обратите внимание. Вон там вот. Стеллажи тоже переносут сюда. И у нас часть цеха будет чисто занята под склад. Вот эта часть. Там мы будем цех мутить. Ну и самое главное. 60 тонн ткани. Здесь около 800 рулонов. Шик не пересечит. Помимо прочего у нас еще поставщик наш московский появился. Который нам делает определенные ткани. Которые и дешевле и лучше. И патриотические чувства при этом выше испытываешь. Сегодня к нам приходит новый руководитель отдела продаж. Я уверен он справится на этот раз. У нас ропы все проклятые. Все пять человек просто. Ну я не брал спецов. Они все говорят что не спецы. Но настоящих спецов среди них не было. Что ж по персоналу проблема действительно есть. Возможно мы неправильно все делали. Но тем не менее наши соцсети дали нам результат. Оттуда очень много девушек пришло. Дальше мы поняли что совершали большую ошибку. Что размещали объявление на headcounter.ru. На самом деле говорят что именно на суперджобе хорошо искать сотрудниц. Вот будем пробовать. Возможно все получится. Это первое как мы будем решать. Суперджоб. Общежитие. Дальше вербовать с других производств. Четвертое. Давать премии нашим сотрудникам за то что никого либо приводят сами. Ну то есть они нам приводят если оставить человек мы доплачиваем. И пятое по училищам ходить. И там заранее говорить что мол если будут сотрудники направлять их к нам. Какой то очередной выпуск. Или вариант посмотреть телефоны тех кто у них уже когда либо обучался. И всем прозвонить мол не нужна вам работа. Как бы все нормально решаем вопрос. Каш что ты делаешь? Яичко чищу. Как же работа? А как же правильное питание? Я видел ты конкурс репостов там делала? Да. Рассказывают что за конкурс? Это у нас каждый месяц проходит конкурс. Он проходит в инстаграме, вконтакте. Мы разыгрываем по честному. Но не среди своих я лосинки не получаю. А среди наших подписчиков сертификаты от 3 до 5 до 6 с половиной тысяч рублей. Представляете да? Мы вообще не жадные ни разу. Я оптимизирую цех. Прогулялся. Увидел определенные проблемы, ошибки издалека. Например, смотрите, швеи у нас работают на сделки. И они работают с понедельника по субботу. Еще кто-нибудь в воскресенье приходит. Еще они приходят раньше, уходят позже. И никуда не встают. Просто жестко ебашит под кормом. А вот, например, ОТК и закройка у нас на сделку. Ой, на окладе. И там такого нету. Не перерабатывают. Ни раньше, ни позже. Не уходят, не приходят. Как правило. Чтобы без обид, то есть ты посмотрел. Как правило. То есть, как правило, это так вот просто. Ты берешь в разрезы, приходишь в цех. И смотришь, что в закройке... Ну, реально, в данный момент прям что-то пилит и делает 3-4 человека из 8-7 там. ОТК там тоже непонятно. Аж веи круглосуточно. Но это факт. Я просто хожу и записываю, что я вижу. ОТК на закройке на свейном цеху. И там стримпер, таландр, еще что-то. Поэтому сейчас я эту систему буду менять. Я буду делать так, чтобы каждый получал за то, что сделал. И второе. Оптимизация цеха еще идет по правильному делегированию и универсальности каждого сотрудника. То есть, например, в закройке было так, что они не могли сами себе напечатать раскладку. Они не могли напечатать маршрутные листы. Дальше помощник закройщика не умел разбирать крой. И прочее, прочее. И в итоге все ждали Таню, когда она подойдет. Все тупили, смотрели, никуда не торопились. Того нет, сюда. Сейчас мы сделаем так, чтобы каждый мог делать себе все. Мне кажется, я немножко расту, немножко развиваюсь, какие-то вещи начинаю понимать и что-то оптимизировать. Все меньше и меньше занимаюсь оперативной деятельностью. И сейчас еще пару человек надо будет нанять, принять. И я смогу управлять всем цехом через 6-7 человек. Подожди, я не умещаю. Тихо, тихо. Там, нет, тебе не заплатят. А, нет, не оплачивают? Ну, ладно. Кристина, получается, ты это все будешь заполнять? Да, вот здесь вот будут пробники. Вот здесь вот будет то, что уже запуск. И надеюсь, вот пока то, что у нас уже было когда-либо в продаже. Так а для чего это? Это надо для того, чтобы мы, в общем, видели, в какую сторону мы движемся, в каком ключе у нас больше лосин и вещей, чего нам не хватает, чтобы конкретно видеть общую картину, чтобы ничего не забывать. Она будет у всех перед глазами. Не трогай, don't touch. Don't touch. Товаров, которые там тоже с сетевозниками, у него другие. У них разные потребности, у них разные, соответственно, и разными словами, да, мы должны с ними разговаривать. Чего в пять часов ты просыпаешься? Трежно мне. Тревожно, да, потому что, ну, как-то так. Переживаю о работе все время. Просыпаюсь, чувствую тревоги. Просыпаюсь и понимаю, что... Просыпаюсь, а руки такие, что-то шьют, шьют. Да, шьют, я-то знаешь... Давай, 13 тысяч. Просыпаюсь от того, что, ты знаешь, я падаю, короче, а там внизу мало лосин. Я ударяюсь и просыпаюсь. Мало-мало лосин. Что делать-то будешь? Как жить дальше? Как жить дальше? Будем менять систему. Человек, который меняет систему. Вот он. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Торзок Никит, ну вот прошел месяц. Что получилось, что прошло удачно, что неудачно? Ну, в общем-то, прошел месяц, да, я считаю, что не лучший месяц. Конечно, мы не сделали тот план, который поставили, да, у нас получился выпуск 11 тысяч 50 изделий, вот. В этом месяце у нас приболело 6 сотрудников, да, ключевых, таких, скажем так, которые сидели на выпускающих операциях, да. Соответственно, какие выводы после этого сделаны? Сделаны выводы и мной, и Татьяной, да, Татьяна – это начальник производства, в том, что нельзя весь выпуск сажать на определенных людей, да. То есть у нас сейчас приходят новенькие, и новеньких швей мы учим сразу же шить на нескольких машинках. Пробуем на первой, на второй машинке, да, и, как бы, делаем такую рапировку, меняем их, и за счет этого, как бы, имеем более, ну, плавучую, скажем так, конструкцию в цеху, вот. И мы просто сажаем этих сотрудников на выпускающие операции. В этом месяце у нас пришло 60 километров ткани, в общем-то, решилась проблема, да, немножко с загрузкой, мы стали посвободнее. Также в этом месяце мы закупили очень много нового оборудования, ждем вот как раз, когда придет. То есть там оборудование, наверное, порядка на 15 человек, вот, новые закроенные столы. Будем расти, вот. Много в этом месяце заложено, да, фундамент какой-то. Вот в этом следующем месяце, в марте, будем это осваивать, сажать, да. То есть сейчас открыт большой набор вакансий, это на трех площадках. И в день, в принципе, по 6 человек, то есть нам откликается, приходят, вот. Все говорят, что у нас очень хорошее производство. Вот чистое, светлое, теплое, то есть мы реально заботимся о сотрудниках. Ну что, Вадим, машина остается у тебя? Я сам машина. Шили мы не 15 тысяч, не 13 тысяч, а 11 тысяч 50. Но, тем не менее, это как бы рекорд. Но, естественно, мы должны и так были расти. Вот. Продажа за 28 дней у нас 16 миллионов. То есть фактически мы обогнали ноябрь наш рекордный месяц почти. 20 лямов мы не сделали, которые я планировал. Давайте поставим их на март. Потому что мы сейчас и цехов дополнительных найдем, и у себя расширимся, и все попрет. 20 мультов они будут реально. Очень много налаживается, структурируется, становится легче, проще. Когда все все знают, как делать, все все там обучено, регламентировано. Не хочу никакой поставить точку, там что февраля, что там еще. Такой промежуточный месяц, ничего интересного не случилось. Главное, что я вам сказал, цифры. 16 мультов плюс 2 дня, мы бы фактически стали тогда рекордсменами. Ну и все, что еще? Фактическое производство, я сказал, это основная цифра, которая нас показывает. Все остальное, я надеюсь, вы видели. У них в головах есть куча гей, куча предложений, претензий. Вы не хотели уходить, чтобы отдали нам паспорт. Паспорт отдали, да? В доме свободен. Понимаю, вы что-то ржешь вечно. Снимай, ты кто поможет даже меня.